К сожалению, официальные киевские власти отказываются идти по пути именно мирного регулирования, не хотят решать политическими средствами. То сначала правоохранительные органы использовали, потом службы безопасности, потом армия, потом, когда надолкнулись на сопротивление, прекратили боевые действия, использовали, к сожалению, мирную передвижку исключительно для перегруппировки, опять начали, вот сейчас опять начали. Ну, тысячи людей уже погибли. Это, конечно, реальная трагедия. Мы часто говорим «Украинская армия», «Украинская армия». На самом деле, кто там воевает? Там действительно частично официальные подразделения вооруженных сил, но в значительной степени и так называемые добровольческие националистические батальоны. По сути, это даже не армия. Это иностранный легион, в данном случае иностранный натовский легион, который, конечно, не преследует цели национальных интересов Украины. Там совсем другие цели, связанные они с достижением геополитических целей сдерживания. Украинская армия. Академия.